И Польша бы осталась бы и без своих земель Бешленска и Прус, и еще бы тут, вдобавок бы, на восточных терренах получила бы ребелию. Как бы это оно сейчас в 21 веке дико и футуристически не звучало о сепаратизме поляков, мадяров, венгров и еще кого-нибудь по отношению к Украине. А скорее в спайке. Раньше Янукович Путин против Украины и давление отжим не только с востока, а и давление с запада. То есть собиратели так называемых земель путиняшные хотят одним земли славянские, украинские отдавать, а с другой стороны собирать и делать на этих землях. Южной Осетии, Приднестровья и тому подобный отстой криминальный, отстой, который будет не в России, а который будет в Украине и будет давить на Украину, как на государство, на его целостность, структуры, власти, суверенитет и тому подобное. Но какое произошло чудо, а вот такое, что познав все гадости режима Чаушеску, оказывается, румуны во всей этой ситуации с сепаратизмом на Украину оказались самыми мудрыми и самыми дальновидными, порядочными людьми. Так вот, румуны въехали в хавали и поняли на своем желудке, на бедах, несчастьях своих семей при Чаушеску, при Совковом этом гребаном режиме тоталитарном, как они выстрадали. И они знают, они поняли, что такое такой же режим путиняшный. И они плюнули на эту идею раскромсать, помочь путинятине Украину. Они уже этой гадости не хотят из-за клаптыков земель. Они поняли, что наилучшая земля – это система в своей стране, любимой в Румынии. Тем более она там очень красивая, эта земля, ленд, гор, равнин и тому подобное. Они подумали, что лучше сбудувати ныньку Украину у себя там, систему, нежели размениваться на клаптыки украинской земли, а в ответ получать, как от дьявола, разбитые черепки и жрать их. Жрать и подавиться. Чего желает жрать черепки дьявола от Путина Орбан своим венграм? Чего желали поведясь? Некоторые националисты в Польше, их там дохера, они там отморожены настолько, что их всех перечислят. Это, ну, есть, в принципе, самые основные, которые на эту хрень всю эту повелись. И даже вот этот Томаш Мацейчук, который работал на Шария, пиарясь на российском телевидении, там, чтобы через этот пиар втюхивать свою херню антиукраинскую. Он скажет, что не, не антиукраинскую, а антибандеровскую, антиуповскую. Ну, это все чушь, это все лажа. Не в этом сейчас суть. То есть, он сейчас работает на некого босока. Значит, понятно, кем должны заняться польские спецслужбы. Значит, этот босок стал интересен кому? Типа, тому, кто спонсирует того же Шария, тот же Кремль. Российские спецслужбы разведывательные, ФСБшники и СМОСБшники. То есть, босок, это уже чистая марионетка, утка, пропагандон российских спецслужб ФСБшных, путеняцких. Есть куча других. И Джего же Брауны. И Винницкие. Кого там только нету. Они все придурковатые, но они не понимают, потому что они не познали того горя, который познали румыны на своей шкуре. И поэтому эти чмошники во главе с этим чешским или словацким зиманом, когда приезжаешь в самом начале 90-х на однодневную с Ужерода путевку в Словакию, а там заходишь в отель, в дом, окна открыты ранней весною, ну средней весною, и газ везде, чуть ли не дармовой. Понятное дело, откуда что берется и как на даро кому все это достается и как потом это все воспринимается в народе. Что Россия это наши братья. Ну, кремлевская Россия это наши братья. А украинцев пускай, они там бандаревцы, они там повырезали всю Европу, пускай их тоже вырезают. И вот что буквально сегодня Повидов, ну кто не хавает по-украинску, Повидов это выяснил, объяснил, сказал, так поведал. Один из немногих польских народовцев-националистов, адекватных, Марьян Ковальский, оказывается перед вступлением НАТО, в НАТО, Польши, уряд польский требовал от Польши, от поляков, или так сказать, евреи требовали через уряд польский, который на это согласился, через поляков, чтобы поляки отдали евреям, якобы, оставленное после Холокоста, оставленное ими, кем ими, ну ладно, это уже третья, десятая тема, контрибуции, имения, дома старые, самые дорогие, которые очень, очень ценные на этом рынке недвижимости в Польше, в Варшаве и других городах, контрибуции, эти дома, чтобы были отданы жидам, но в польском языке нету слова еврей, поэтому они так говорят, как и есть, в украинском тоже, кстати. Короче, что без этих контрибуций, без этого имения, отданного евреям поляками, самых лучших нарухомостей на рынке в Варшаве, камениц старых, не возьмут, Польшу не возьмут в НАТО. Представляете, вот какие были страшилки, пугалки, и уряд Кваса, ну это Квашневский, ополятизированная, ополяченная фамилия, ну, полонизированная, а так он не Квашневский далеко, как и Лехваленца, как и другие остальные. Нечто сейчас это припоминает вырубку Карпат, вывожение этих Карпат на карманы банды, не правовой, но Евросоюза, который призывает к праву, и они бесправно вырубают, грабят наши Карпаты. Но если не ходить аж далеко, путешествии по этим странам, а отлокализировать Польшу и ее смысл того, что она попятилась назад. Официально это было сказано так во всех медиах, что, да, что с них возьмешь, с этих украинцев? Чем больше на них наезжаешь, тем они больше любят УПА свою, Бандеру, вот этих преступников. Ах, мы не будем этим заниматься, мы только этим самым у них запретный плод, как бы, нагоняем. Но, это ж так только видится. Естественно, кто-то ж на них оказал влияние, не будем говорить, кто, шутка. Хотя я им это досконально тулмачил. То, что не вытулмачит, это еще пару лет назад, им жоден не один из каналов, их них канальных, потому что они только могут своей тыгдыть, тырпыркой на своем канале вещать. Они не знают психологии того края, психологии этого края, а я знаю хотя бы чуть-чуть психологию той самой Украины, неньки, матинки ридной. Частично западной Украины, частично восточной, и очень частично, и весьма не частично, Польшу знаю. Даже побольше, чем эти гребаные недонационалисты, польские, псевдонародовцы. То есть, вот такой фактор, они шли-шли на нас, перли. Что значит перли? Почему поляки выбрали Анжиа Дуду, и там постоянно был, ну не 50-50, но все время на 10%, на 5% варьировался. ПИС все время отставал от ПО, от платформы обывательской, от СЛД, Союз Левицы Демократичной, и другие такие маленькие партии, вообще ничего не значащие, аграрная, там всякая хератень, от бывших БХ, страниство Людовое Польское, и тому подобное. То есть, постоянно ПИС отставал. А то вдруг, и две каденции после убийства Туска Путиным, своих обывателей поляков, они тоже, две каденции после этого убийства, выбрали того же Туска, того же Комаровского, который загадил все, вообще всю честь, все достоинство славян, наших братьев поляков, мрази эти загадили, гребаные псевдорадикалы, социалисты. Они заганьбили все следствие, они все следствие, букву в букву, списали с российских маков, шмаков, Аладдинов, Миллеров, гнид, паскудных, конченных мрази, убийц путиновских. Они все взяли и списали, да, мы будем делать все, как вы скажете. И не просто как мы будем, и не просто то, что там делать, а буквально, буква в букву. То есть, взяли, перевели с российского и у себя на медиах все это продекларировали. Ну, не мрази, конечно же, мрази, конченые. То есть, получилось, что левицы, это капец, ну, две каденции выбирали поляки. Значит, они как жирафы тупые были, и я им это впрямую говорю, чтобы они понимали, чтобы им стыдно было за это, чтобы они стали лучше, и они стали более патриотичны к своей стране, так же, как и украинцы. Ну, ладно, пардон, экскюзюма, иншульдегон, форсайн зебиты, затрынделся. Скажу, самый главный фактор, о которой и ПИС наткнулся, и вся эта народовая гребань, псевдонародовая, скорее так сказать. Потому что в польском языке как бы нету слова националист, а есть народовец. Это эквивалент национализму. Ну, она такая, какую-то дугость, народов, народовизм. То есть, они наткнулись на стену плача под названием зрада, предательства социалистов, своих квашневских, валенцев, тусков, шмуском. то есть, идя по пути забрания у украинцев земель по сбруч, Львов и тому подобное, они наткнулись на то, что у них будут отобраны, как у преступников, которые позарились на провокации Кремля, отобраны Шленск Шленск и Пруссы. Там, где Калининград и там выше. А Шленск это ниже, к горам, к Татрам и туда вдоль границы вплоть там до Германии, до Чехии там дальний Шленск, ближний Шленск и всякое такое. И вот перед ними дилемма. То ли они сейчас пойдут, а они выиграли в 2014 году, ПИС выиграла, с чего бы это вдруг у поляков что-то в голове переменилось? Навряд ли. Но ПИС таки выиграла. Это значит, что некоторые домовленности с Кремлем были на то, что вот мы выигрываем, а вы же все равно дойдете, да, до Киева, Путин, да, вы же считаете украинцев трусливыми, дойдете до Киева, а там и до Львова. Ну, пускай уже наш Львов будет, да, как, ну, как всегда, в принципе, пускай Львов уже лучше будет под польским наглядом, временно, чем он будет путеносией, кремлевщиной. То есть, а когда Украина начала сражаться, пошла вперед и чуть ли не освободила свои земли исконные, Донбасс, ну, Крым потом бы был бы, если бы не Порошенко, если бы не котлы кровавые Порошенко и тому подобное. Ну, это тоже десятая, третья тема. Вот, вот так, если бы не освободили украинцы, если бы не дали отпор, Витсич, то поляки, получается, Пис и были нужны Кремлю, и он их чуть-чуть прилоббировал, чтобы они уже наконец-то этого туска вообще продажную марионетку Меркель. Это чисто меркельская собачонка. И Кремль подумал, что да нахер нам вот этот туск собачонка Меркель, хай он уже валит туда в Европу, Меркелит там ей в ножки подлизывает. А мы сделаем вот этих народовцев, потом скинем Пис Ярослава Кочинского и сделаем главным польским камнем национализма вот этих псевдонародовцев, вот этих сумасшедших, Мендлеров, Яцков и тому подобное, бывших ксензов, нездоровых на голову. Ну, а теперь сама развязка. Сори, конечно, не люблю я разглагольствовать, но вот так вот получается, потому что, ну, чтобы людям понять, украинцам, им нужно какие-то предисловия, и предпонятия всего, чтобы они смогли срезюмировать это все и что на чем, от чего там, а не просто какими-то фразами, фразологема, откуда ты это взял, да оттуда, оттуда, приходится тогда больше, обширнее все это рассказывать. То есть, главное резюме в том, было рассказано еще пару лет полякам, может, то, что поняли румыны, но не въехали и до сих пор не въезжают эти, ну, не гребаные мадяры, а, так сказать, гребаный Орбан, который делает через свою чмородность вот эту преступную вонь, делает, ну, путиновская подстилка, Орбан, Виктор, делает и мадяр своих собратьев, сограждан такими же, к сожалению, и им нести вот этот крест вот такой опинии. Значит, это то, что поляки, взявши Украину по Сбруч, там еще по что, по Житомир, им Путин это давай, давай, то есть вместе задеребанем Украину, чтобы не я один, а чтобы в мене были спильники этого преступления, вы, поляки, будете спильниками. Да, ну и почему Марьян Копальский, один из более-менее нормальных, адекватных националистов польских, пропольских, исходя из дел, самый разгар вот этого гнева имбилистического на украинских националистов, на рух украинской повстанской армии пару-тройку лет назад, в это время он с азовцами заключил как бы мировую о ненападении друг на друга. И говоря о планах Кремля, Венгрии, Польши, еще кого-нибудь, конечно же, мы не имеем таких визуальных планов, там где там роспись, еще такого, потому что таких планов, как априори таковых, не может и быть, а если бы и были, то они могли бы быть фейками, как и все чуть ли не в этой истории, то, что исходит с Москвы, с кремлевской стряпни. Так вот, самый главный смысл в том, что если бы дошли путиноиды до Киева, до Жутомира и отдали под протекторат, под юрисдикцию Польши вот эти земли Пасбруч за поддержку этой путинятины в мире. Потому что для игры нужно два танцора. И Путин сам без помощи Европы не может сделать что-либо там, в Европе. Но это был бы для Польши только один из степов, кроков, шагов в западню, в которой бы, передоговорившись с немцами, с Германией, дали бы оттяпать позволили для Германии Прусс и Шленск. И те части, которые были данные там подругой войны уже исконные, ну, поляки называют их пестовские земли для Германии. Там бы поляки, которые голосовали и Туск постоянно выигрывал, а Туск был пронемецким постоянно, вот эти бы пронемецкие поляки сепаратисты сделали бы все, чтобы там установилась хотя бы такая немецкая автономия на этих землях по-немецких Пруссах и Шленске. Ну, и это еще не все, а самое главное, как всегда, напоследок. На тех территориях, там, где бы теоретически заняли поляки, земли Пасбруч, Львов и другие части этих территорий, которые были раньше входили во вторую речь Посполитую, на этих территориях тем же Кремлем, тем же Путином начались бы провоцироваться и взбудораживаться рухи и движения антипольские за овладение обратно этими территориями для Украины, якобы для националистической Украины. То есть тут бы уже заседал путиношная власть через какое-то время, когда все чуть-чуть утихомирилось бы, началась бы там полонизация, и вот как раз против этой полонизации бы и начали бы выступать путиновские, но как бы проукраинские руки. Прошу не путать, конечно, с борьбой украинских повстанцев во время Второй мировой войны. Это совсем другое. Это было проукраинское. А тут бы началось бы пропутинское украинское, проантипольское. И Польша бы осталась и без своих земель там бы на западе Польши, Бешленская и Прус. И еще бы тут вдобавок бы на всходних, на восточных терренах получила бы ребелию. Ребелию. постоянное бунтарство, постоянные войны. То есть априори как бы как таковой Польша бы уже потом бы если бы она согласилась на бредни Путина, как государство не состоялось бы и оно десуверенизировалось бы. Ну было бы Варшавское воеводство. И там бы управляли попытки кому что не лень как управлять. Вот так вот поляки поняли это я думаю. Ну мадяры настолько тупые что они не понимают. Ну потому что у них законы другие. Если они чем-то овладевают то никакой ребилии они у себя не позволяют кулю в лоб и все. Если ты не соглашаешься на их постулаты государственные. Поэтому с мадярами обязательно нужно пожестче чем и занимаются наши украинские проукраинские националисты там постоянно держать ухо востро и постоянно держать их под пристальным украинским вниманием. Ну и какой интерес Путину со всего этого балагана гипотетического который готовился в реалии со всей этой кровянки восточноевропейской кошанки. это элементарно. Дело в том что он бы торговал с западной Европой с той твердой валютой а тут была бы постоянная кровоточащаяся рана и война постоянная балаган нестабильность бандитизм и тому подобное. Это ему было бы очень выгодно потому что отсюда бы из этих как он считает транзитных территорий никто бы не вякал ему в этом его больном бандитизме. То есть Путин и его кремлевская шайка банда вместе с тем же самым Орбаном сидела бы и кайфовала от того что и поляки и украинцы и другие народности поют песни патриотические мы звильнем из московских кайданев а кто ж куда эти кайданы на вас надел надел как не вы сами своим раболепствием своим чмошным мозжечком тупорылым ленивым вот они поют песни патриотические они сидят кайфуют и анонируют там в Кремле или в Вингре смотри на дурачков рабы идут в кандалах и поют песни а какой же этот кайф давай давай мы еще поанонируем на это это же власть мы же теперь мы же были никто никем чмыли вонючие стали лидерами мы их гоняем они нас боятся и деньги западной Европы твердая валюта а остальное это блуждающие квази вечном бандитизме в отстойной междоусобной братобучей братоубийственной войне постоянной такие вот территории как Украина Приднестровье Южная Осетия и тому подобные их бы столько бы родилось еще бы если бы этот план удался Путину что это жесть была бы а так потихонечку Польша встает со своих раболепских постсоциалистических колен Украина тоже если она при условии прогонит всю юдомафию у себя которая мешает жить и при условии когда украинские националисты и нормальные украинцы перестанут жополизничать перестанут раболепствовать перед этой вонючей юдомафией которая зависла над всеми народами национальностями которые живут и обитают в этой нынке Украине нашей субтитры